Ян Власов – потомственный пожарный. Парень еще с детства был увлечен профессией дяди. Со взрослением желание бороться со стихией не прошло. Учеба, долгий и сложный отбор – в 2018-м мечта исполнилась. Ян пополнил ряды бобруйских огнеборцев. Личной статистики спасенных жизней боец не ведет, но не без гордости констатирует – он на своем месте. В качестве подтверждения только факты. 22 июля парень спас пассажиров общественного транспорта. Услышал в салоне запах гари. Обратился сразу к водителю, попросил остановиться. Водитель не препятствовал, остановил транспортное средство. Вместе с водителем эвакуировали людей. Затем попросил огнетушителя водителя. Водитель обесточил транспортное средство. Я тем временем тушил электропроводку. К моменту прибытия на место пожарных расчетов ЧП было ликвидировано. В результате верных действий Яна и водителя удалось избежать возможных страшных последствий. Как признался начальник пожарно-аварийной спасательной части номер 4, любой спасатель на его месте поступил бы так же. Ведь в Бобруйском ГРОЧС каждый – пример силы и характера. Нет у нас людей, которые обладают физической силой и в то же время боятся чего-то. Совокупность положительных качеств. Всего безопасность в городе и районе контролирует почти пять сотен сотрудников. Только в этом году они 146 раз выезжали на оказание различной помощи населению. 20 человек эвакуировали из горящих квартир и задымленных домов. И 72 спасли от неминуемой гибели. В профессиональный праздник многие удостоились новых званий и ценных подарков. Добрые слова спасатели принимали и от почетных гостей, и руководства. Всем работникам Бобруйского ГРОЧС, всем работникам Министерства по чрезвычайным ситуациям, членам их семей хотелось бы пожелать крепкого здоровья, традиционно сухих рукавов, успехов в работе, для того, чтобы наш труд всегда был оценен. Главное, чтобы он оценен был нашими гражданами, гражданами нашего города. Ангелина Дикун, Андрей Богден, Бобруйск, 360.